А теперь перейдем к рассмотрению другой, более частой ситуации, когда библиотека не в CDN, а органично включена в проект. В частности, она стоит, вот я ее вставлю, npm install loadash. И она в этот node-model сейчас поставилась, вот, могу ее пререкварить. App.js, рекварить можно вот так вот, ну-ка, включаю сборку, сработало. Но сборка очень жирная, видите, почти полмегабайта. Поэтому я сделаю чуть по-другому, loadash это очень модульная вещь, slash collection, slash plug. Подключу только нужную мне функцию, вот так вот. И тогда сборка станет гораздо меньше. Это такая особенность loadash, видите, сборки 53 килобайта, все еще много, потому что plug потянуло много чего еще, но все же не 425. А теперь немножко укоротим наш код при помощи провайд-плагина. Дело в том, что многие библиотеки экспортируют глобальные переменные, которые нужны почти везде. Например, подчеркивание у loadash, dollar у jQuery, angular у angular.js, react у react.js и так далее. Соответственно, если мы не хотим в каждом нашем модуле делать вот так вот вначале, let переменной библиотеки равно модуль, тогда можно сделать так. Это убираем. И в webpack-конфиге добавляем новый плагин. New webpack, webpack должен уже стоять локально, точка provide plugin. Здесь указываем объект, в нем ключами будут переменные, например, plug. А значениями будут модули, например, loadash collection plug. Так, работает provide plugin так. Когда webpack осуществляет компиляцию, сборку, то он анализирует код. Если он видит переменную, которая не объявлена, но используется, так называемую свободную переменную, free variable, тогда provide plugin берет и подключает соответствующий модуль, то есть автоматически вот это вот и говорит. Давайте проверим, как это себе повезет. Webpack. О, оно собралось. Откроем-ка сайт. Раз. О, отлично запустилось, отработало. Здесь я использовал только plug, мог бы и весь loadash тоже. Вот так вот. Раз. И здесь подчеркивание, точка plug. Так, сборочка, вуаля, все-все еще работает. Конечно, не следует уходить из крайности, мало ли сколько у нас библиотек. Наверное, не нужно для каждой делать запись provide plugin, просто потому, что лень ее рекварить. Все-таки это своего рода глобальные переменные получаются. Не очень хорошо. Обычный require более наглядный, лучше отражает структуру сборки. Тем не менее, для некоторых глобальных библиотек, которые нужны почти везде. Provide plugin может быть хорошей опцией.